По поручению председателя Совета Федерации с 16 по 19 марта была направлена делегация в Сирийскую Арабскую Республику. В программе визита были обозначены встречи с представителями Черкесской благотворительной организации, куда входят представители всех народов, населяющих Северный Кавказ. Встреча была назначена намеченной с представителями Черкесской диаспоры, компактно проживающим в пригороде Дамаска, Кутсей, населенный пункт, где проживало порядка 8 тысяч черкесов. Была проведена встреча, обозначена встреча с представителями общественных организаций граждан Российской Федерации, которые на сегодняшний день проживают в Сирийской Арабской Республике. Число граждан Российской Федерации, оно абсолютно точно и подлежит подсчету. Порядка 30 тысяч граждан Российской Федерации, без учета их детей, их семей, которые имеют право на получение гражданства Российской Федерации. Работа делегаций проходила при взаимодействии с Министерством иностранных дел и при поддержке Федеральной миграционной службы. Оперативные вопросы, которые необходимо было разрешать по ходу работы делегаций, реакцию обоих министерств мы получали буквально очень оперативно и моментально. Что касается встречи в Черкесском благотворительном обществе с представителями всех народов Кавказа, которые находятся на сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике и являются нашими соотечественниками, в ходе этих встреч, безусловно, была высказана обеспокоенность сложной политической ситуации в Сирии. Положение наших соотечественников в разных регионах страны, оно, безусловно, по-разному в зависимости от ситуации гуманитарного характера. Скажем, население, которое проживает, наши соотечественники, которые проживают в районе города Холмс, безусловно, подверглись большему, скажем, ну, наравне с теми жителями и гражданами Сирийской Арабской Республики. Они потеряли имущество, многие потеряли документы, они находятся в более сложном положении, на сегодняшний день, безусловно, они находятся на иждивении своих родственников. Они на сегодняшний день не подпадают под действие закона о беженцах, чтобы их считать беженцами, потому как они территорию страны не покинули, но фактически они являются беженцами. У них нет ни документов, ни имущества, на этой территории не работают органы власти Сирийской Арабской Республики, и, безусловно, они являются внутри перемещенными гражданами на территории Сирийской Арабской Республики, которые, безусловно, нуждаются в помощи и поддержке Российской Федерации. В ходе встречи я рассказываю о ситуации, которая имела место в марте месяце, поэтому хочу обратить на это внимание. В ходе встречи было высказано пожелание порядка около 200 семей, которые хотели, исходя вот как раз из этой гуманитарной ситуации, хотели экстренно, скажем, переехать на территорию Российской Федерации. В связи с чем мы довольно подробно поработали, скажем, и с послом Российской Федерации, и на сегодняшний день все заявки, которые имели место, все обращения, которые имели место по вопросу переезда на территорию Российской Федерации, находят и поддержку, и понимание, и не было, скажем, каких-либо препятствий, за исключением одного гражданина. На сегодняшний день, скажем, работа по переезду наших соотечественных на территорию Российской Федерации продолжается довольно успешно. Но хочу обратить внимание, это все происходит пока на уровне поддержки общественных организаций, бизнеса и региональных властей. Потому как были высказаны пожелания по снижению консульских платежей при оформлении виз, документов, переводов и так далее, которые необходимы для того, чтобы, скажем, оформить документы на получение виз. Они абсолютно универсально относятся к тем же проблемам, которые были у нас обозначены во время встречи в пригороде Дамаска в Куцее, в черкесском населенном пункте, где были обозначены те же самые проблемы по оформлению документов, снижением визовых платежей, возможностью увеличения срока на рассмотрение заявок на получение разрешения на временное проживание. Это касалось Федеральной миграционной службы. Также в ходе встречи с гражданами Российской Федерации, которые живут на территории Сирийской Арабской Республики, в основном это женщины, порядка 30 тысяч их, они тоже высказывали обеспокоенность в общем по ситуации в стране, и также они говорили, что на сегодняшний день при тех обстоятельствах, в которых они находятся, они не нуждаются в экстренной помощи, но, безусловно, в случае развития событий по негативному сценарию и осложнению обстановки в стране, они тоже рассчитывают на помощь Российской Федерации в части эвакуации. Тоже высказывались пожелания по снижению платежей за оформление паспортов на своих детей, что тоже составляет приличные суммы, налоговые сборы, ну и, безусловно, есть сложности при получении паспортов, так как люди находятся на территории другого государства. Эти семьи, они, как правило, многодетные, есть там определенные требования, которые, скажем, материально, на сегодняшний день, скажем, для них довольно непосильная ноша платить сотни и сотни, скажем, даже где-то тысячи долларов для того, чтобы, скажем, оформлять или визы, или получать, в случае, скажем, с гражданами Российской Федерации, получать паспорта. Поэтому, в общем, по результатам поездки нами с сенатором, с коллегой, с сенатором Деревым был подготовлен отчет, мы передали Валентине Ивановне. По тем проблемам, которые выявлены, Валентина Ивановна обратилась в Министерство иностранных дел и Федеральную миграционную службу. Хочу заверить, что работа идет, безусловно, хотелось бы, чтобы все оперативно решилось и мы, скажем, увидели результаты, но и общественно-политическая обстановка в стране с выборами президента и формирование правительства, я надеюсь, сейчас у нас нет оснований, скажем, сомневаться, что мы оперативно перейдем к решению тех проблем, которые были обозначены. Могу сказать, что ни один желающий на сегодняшний день к нам обратившийся гражданин без внимания пока не остается и не останется. За исключением одного заявителя, к сожалению, у него фамилия, имя совпадает полной тезкой какого-то террориста. Ну, сейчас пока разберутся, я надеюсь, эту проблему мы решим. Хочу отдельно выразить благодарность региональным властям Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, которые заявили о том, что они в состоянии и готовы оказывать помощь. Что касается Кабардино-Балкарии, так как я представляю Кабардино-Балкарию, могу сказать, на сегодняшний день ведется очень содержательная работа по приему и размещению граждан. Помощь оказывается в оформлении документов и, безусловно, сейчас силами бизнеса, общественных организаций этим людям оказывается материальная помощь, поддержка, подбираются, скажем, земельные участки, оказывают помощь материального характера. Поэтому, если после сегодняшнего обсуждения мы продвинемся в решение этой проблемы, я думаю, что вам будут благодарны тысячи и десятки тысяч граждан. Что касается не раз звучащих в средствах массовой информации о всяких опасностях, сложностях и так далее касательно наших соотечественников из Сирии, хочу заверить, у нас есть российский опыт, это опыт Адыгеи, когда наши соотечественники переехали на территорию Российской Федерации, нет ни одного случая, скажем, проявления криминала с их стороны. Они абсолютно законопослушные, пророссийски настроенные, люди, которые любят свою историческую родину. И я думаю, что мы к этому относиться должны очень осторожно, с пониманием и не оскорблять чувства этих людей. Что касается опасений, о которых говорят, их просто в природе нет. Если, скажем, сегодня разного рода, скажем, радикальные течения, исламские и так далее, это новомодное увлечение, к сожалению, многих молодых людей, эти люди, скажем, жили в этом, они прекрасно знают и религию, и ислам, и они абсолютно законопослушные граждане своей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...